Всем привет! У нас утро, а Лиска сегодня довольно резвая. Кашляет лисенок по-прежнему ужасно, но хотя бы нет с утра температуры и, как видите, довольно-таки веселые. Сейчас будем притязку делать, да? Горлышко болело с утра, я запшикала. Вот. А ты смотрела вообще, что тебе зайчик принес? Вообще забыла про это? Что там? Что это такое необычное? Это часы в виде поп-ита. А еще не только поп-ита. Еще и, как эта штука называется? Спиннер. Это еще и спиннер, который крутится. Да! Короче, антистресс, который можно всегда носить с собой. Крутые. Крутые часы, слушай. Нервы успокоились. Когда захочется на кого-то покричать, типа как на чемодан, чтобы не кричать, можно крутить часы и попыкать, как ты это называешь. Ну, а я все равно буду танцевать. Танцевать будешь? Ну, это хорошо, значит, скоро выздоровеешь уже. Да. Прикольненько. О, здесь еще, даже сбоку. Видели вы такое когда-нибудь? На руке они вообще потрясно смотрятся. Я даже не ожидала. Алиса идет Кате показывать. А, кстати, посмотри, лягушка попалась, Алис. Да, лягушка. Можно лечить тоже в твоем лечебном заведении. А еще вчера Зачик принес такую Алисе зубную щетку испанскую. Из бамбука, я так понимаю. Мне понравилось и меня удивило, что внутри она заклеена. Вот так. Видите, как одноразовые там вилки или ложки в пакетик. И это полностью экологически чистая щетка. То есть она не из пластика. Ну, в общем, сейчас мы ее откроем, но посмотрим. Ух ты, она еще и стильно выглядит. Гляньте, какая классная. Такая легенькая-легенькая, деревянная. Даже круче, чем я думала. Тут мне Алиса говорит, мама, смотри, сколько у меня больных в больнице. Я как глянула. Там уже есть Панч Боб и Патрик, и все пошли лечиться. Заполнена больница, да? У них что, эпидемия? Да. Что, коронавирус, что ли? Да. А кто это так красиво накрасился? Я. А с Панч Боб красивый тоже. А ну, посмотри на меня. Прямо желтенький с зелененьким, не просто так себе. Да, видно, что лисенку сегодня лучше. Мне многие пишут с вопросом, что вот Настя перешла на украинский язык на своем канале. Перейду ли я? Я уже на этот вопрос неоднократно отвечала у себя в комментариях, у себя в телеграмме. Ну, на видео я не помню, говорила я или нет об этом, что я не собираюсь переходить на украинский язык полностью. Я могу общаться на украинском языке. Если это надо, если в обществе все будут говорить на украинском, где я приду где-то в магазин, или я приду где-то в любое культурное общество, даже в гости, и там будут общаться на украинском, без проблем. Я перейду тоже на наш родной язык и буду на нем говорить. Украинский язык очень красивый, очень мелодичный, и мне он очень нравится. Но не я виновата, что когда я была ребенком, у нас в Черкассах школы были на русском. У нас был полностью русскоязычный класс, и учительница младших классов вела полностью все уроки на русском языке. И даже украинский мы начали изучать не с первого класса, а где-то там, по-моему, ну вот я могу ошибаться, но то ли как и английский с пятого, то ли со второго все-таки мы его начали учить. Я не помню, но он был отдельным уроком, но даже не с первого класса, вот это вот точно. И то, что я росла в семье, где все говорили на русском, было вполне нормально, потому что все вокруг говорили на русском. У нас вообще не было притеснения этого языка, так как стараются преподнести это, да, чтобы, мол, даже из-за этого война началась. Это неправда, потому что никогда его не притесняли. Мы росли, я родилась в Украине, я выросла в Украине, я привыкла говорить на русском языке. И школа у меня была русскоязычная. Я ещё раз повторюсь, не моя вина в том, что я не говорю на украинском с самого детства, с рождения. Поэтому те, кто живёт в Украине, возмущаются, что я не перехожу на родной язык. Я вам объясняю, что, во-первых, я выросла вот так вот, то есть в моём детстве это было нормально в Украине, что все говорили на русском. Во-вторых, я не считаю это необходимостью, не считаю, что это как-то поможет моей родине, что из-за этого прекратится война. Я вообще не считаю, что то, на каком ты говоришь языке, это важно. Я могу говорить хоть на английском, хоть на каком-нибудь арабском. И никто не будет мне запрещать этого делать. То есть это исключительно моё дело, на каком я говорю языке. И даже наоборот, если я перейду резко на украинский, начнут думать, что действительно притесняют русский язык в Украине. Начнут говорить, ага, вот видите, мы были правы. Да ничего, никто не был прав, никто не притесняет, никто никого не заставляет. Люди сейчас переходят на украинский язык добровольно, потому что, когда они видят вот это всё горе, все вот эти вот убийства мирного населения, у них просто внутри начинается возмущение, и они просто хотят отделиться ещё больше и не быть похожими на тех, кто делает такие преступления. Поэтому они переходят на свой родной язык. Теперь по поводу Насти. Это её выбор, она решила разговаривать на украинском языке, и я к этому отношусь абсолютно нормально. То есть это нормально в своей стране говорить на своём языке. Это даже по сути логично, ну то есть во всех странах говорят на своих языках, правильно? Это даже не логично, что мы всю жизнь говорили на русском. Ну ладно, уже как сложилось. Поэтому о выборе Насти я даже не задумывалась, я просто посмотрела её влог и приняла это как должное. Ну, хочется человеку так, человек так разговаривает. Поэтому спрашивать меня, как я отношусь к тому, что Настя перешла, начала снимать на украинском, я отношусь к этому вполне нормально, это её выбор. И в принципе, все её решения, всё, что она сама для себя выбирает, это её решение, её выбор, и ей совершенно необязательно спрашивать, как я к этому отношусь или со мной консультироваться. Она взрослый человек, и поэтому даже как-то немного нелогично задавать мне такие вопросы, потому что всё равно Настя всё решает сама. И к этому я тоже нормально отношусь, потому что так и должно быть. Единственное, к чему я относилась ненормально, это когда она решила ехать туда без нас в войну, потому что реально могло в дороге случиться что-нибудь, слава Богу, доехало хорошо, и слава Богу. Но всё же, как по мне, было умнее поехать всем вместе. Но это такое, знаете, это когда есть опасность жизни, это другой вопрос. Это не мама за неё решает, это не мама её заставляет, это я просто пыталась её убедить, что давай поедем вместе, давай ты нас ещё подождёшь. Ну, не получилось убедить. Так что не будет такого, что мы приедем домой, и я прямо резко поменяю язык. Как некоторые пишут у меня в комментариях, что когда они приезжают в Украину, они боятся разговаривать по-русски. Вот увидите, никто ничего не боится, когда мы вернёмся. И ничего у нас такого нет. У нас есть право выбора, у нас есть свобода слова. Никто нас не притесняет. И нам очень прекрасно жить в нашей Украине. И то, что сейчас многие украинцы делают выбор в пользу своего языка, я очень уважаю их выбор, их мнение. И я прекрасно понимаю, почему они так поступают. Пожалуйста. Хорошо. Смотрите, что сейчас будет. Его надо поднять как можно выше. Так, и что теперь, Алис? Пускай Меру, отпусти. Мера, Мера. А, сейчас Мера дёрнет. Прикол. Вообще, в общем, это такая штука, где надо всё дёрнуть, чтобы что-то выпало оттуда, я так понимаю. Только смотри, чтобы тебе на голову не выпало. Резко надо все вместе, может, дёрнуть. Бери кучу сюда. Тяни. Тяни, синий. О, мультики уже выпали. Давай. Давай. Ручки по рукам. Вау. Ха-ха-ха-ха. И Мера убежала. Ого. Вы посмотрите на эти богатства. Класс. Дайте мне корзинку. Корзинку? Ну, слушай, давай мы сейчас, знаешь, что сделаем? Вот так вот разделим. Вот это злате отвезёшь, да? Бусики злате отвезёшь и часики злате отвезёшь. Давай. Вот сюда. И вот такой набор сделай каждому. Сделай Лили, Даше. Приедешь и всем подальше. Да? Да. Давай, сделай. Вот бусики. Надо ещё конфетку и часики. Это бусики уже лежат. Конфетку найди длинную. Перед тобой прямо. Так, конфетка. Это Лили мы собираем, да? И часики. Есть. Теперь злате давай. Ой, злате уже было. Теперь Даша давай. Давай бусики, конфетку и часики. Так, конфетка, бусики и часики есть ещё? Есть. Есть, отлично. Так. Здесь остались только бусы. Смотри, вот это надо всё сложить. Мы приедем и подарим. И теперь подумай, кому ещё. Ну, Эмму мы не увидим, она в Германии. Кому ещё можно наборчики подарочные сделать, подумай. О, давай ещё вот такие конфетки добавим, девочки. Вон, длинненькие такие. Давай. Вот эти? Не, не вот эти, а вот эти длинненькие такие. Жевательные. Да, вот эти. Надо три штучки. Давай три штучки. Сюда, каждый по одной. Так, есть. Какой странный звук. Короче, когда мы будем в магазине, я вам покажу вот этот набор. Это Алиса как... О, получилось. Получается. В общем, это Алиса когда-то нас выпросила купить в отделе сладостей. Оно всё было запаковано. Я вам покажу в магазине, как оно было запаковано. И мы до последнего не знали, что там запакован ещё и вот этот пакетик специальный, который надо потянуть, и чтобы всё выпало. Ты как-то просто неправильно дуешь. Попробуй в самый кончик. Сильно в рот не бери много, а чуть-чуть в самый кончик. Чуть-чуть возьми в рот. Чуть-чуть. Да, вот так. Ну? Нет? Как-то ты неправильно дуешь. Я не знаю почему. Так, Алиса всё подняла. Мы разделили на кучки то, что там было. Это как бы такой набор. Называется наполнение для пиньятов. О, шарики дуют сейчас хорошо, кстати, когда кашлят. Полезно. Ты только не два сразу. Я слон. Слон? Слона из носа хобот растёт. Мои нет, он холодный зальто, а не из носа. Ты сможешь его надуть? Надо держать и сильно дуть. Попробуй. Ещё сильный. Ещё сильный. Не могу. Всегда в детстве трудно надуть в самый первый раз шарик. Я вот помню себя, я тоже всё никак не могла, не могла, не могла. А когда один раз получилось, тогда уже дошло, как их надо надувать. И тогда уже всегда получалось. И папа теперь как тебе надует? Теперь их надо идти. Папа, надувай. Нет, надо их мыть, с мылом теперь идти. Папа, пожалуйста. Ты кашляешь и берёшь в ротик, а потом папу надувать. Теперь надо мыть. Вот так весело мы болеем, ребята. Мы уже не можем дождаться, когда Алиса выздоровеет, чтобы хоть выйти куда-то с ней можно было. Хоть на детскую площадку. Потому что, конечно, да, в номере ей скучно. Даже несмотря, что много всего есть. Но маяться дурью, так сказать. Да. Зачем? Чтобы поиграть с ней. Ты хоть тёплую воду набираешь? Нет. Попробую воду. Нет, холодную набираю. Набирай тёплую хотя бы. Не надо с холодной водой играться, когда кашляешь. Мама! А? Заснили меня в туалете, как я играю с холодной водой. Я же тебя попросила с тёплой играть. Махать, да я тебя поглажу, глядь. Она лежит, тут конфеты охраняет. Маха, что такое? Хочется кого-то покусать? Иди, Миру. С Мирой поиграйся. Затрите на неё. Ну всё, она от Мира переняла дурные манеры. О, Мируська. Ты тут как тут. Только о тебе заговорили. Мирусенька. Мирусенька. Ко мне хочет, а к Махе не хочет. Точно конфеты охраняет. Нет горячей воды, только холодная. Маха, ну не надо жевать конфеты. Ну что за антисанитария? Всё, ту конфету придётся выкинуть. Мама, у тебя шоколадную шоколадную шоколадку и другую конфету. Да тут Маха конфеты ест твои. Я вообще от неё такого не ожидала. Какую конфету не пережила? Чупа-чупс. Чупа-чупс. Тут таких ещё много, не переживай. Видишь, что вы творили? Да. Чупа-чупс. Украла конфеты. Мама, посмотри в туалет. Сейчас посмотрю. Вот сейчас украла вода в туалет. Смотри, мам. Да сейчас на Маху насмотрюсь. Я редко вижу, чтобы она так игралась. Чаще это с мирой происходит. И надваю так. Ну и неправильно. Знаешь, как надуть надо? Как? Открывай воду. Главное, чтобы он где лопнул. Ну, можно закрыть. Да, теперь снять. Я хочу ещё. На прохожих кидать из окна. Что, с ума сошли? Нет. Ты, папа, научишь. Ты, наверное, в детстве так делал? Конечно. Серьёзно, делал? Да. Даже не отрицает, признаётся. Представляешь, папа хулиган. Брал такие шарики и прохожим на голову кидал. Это же ужас. Да. Они же тем более тяжёлые. Это опасно вообще так делать. Вот хулиганё. Что ты будешь делать с ними? Это бомбочки тебе. Я приеду в Черкассу и буду, когда мы с Дашей залезем бассейн кидаться этими шариками, эти шарики будут лопаться. Там бассейн они даются. Лопаться и всё. И мы их не довезём до Черкасса, эти шарики с водой. Надо сейчас с ними что-то делать или их протыкать. А ну, держи. Попробуй просто очень сильно кинуть его в ванну. Может быть, он лопнет. Я боюсь. Ой, Мира, здесь и тут как тут. Мира, тебя напугают. Не надо. Кидай сильно. Не боюсь. Да не бойся. Сильно на таки. Но это не сильно. А вдруг... А вдруг... Давай я попробую. А вдруг вот там же лёгца на всех. Всё, может быть. Давай, 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 давай. Не, в ванной мы его не разобьём. Давай. Его точно надо кидать с большой высоты. Но с окна мы кидать не будем. Короче, в итоге вот что. Алиса покупалась вместе с этими шариками. Пока нету температуры с утра, решили покупать. Мы по вечерам... Вчера вечером её не покупали, была температура. Решили сейчас. Короче, все игрушки и шарики с водой. И всё. И бомбочка, я смотрю, тут была голубая для ванны. Короче, навеселилась. Да? Да. Сейчас посмотрим. Алиса просит папу попрокалывать шарики. А ты что, боишься? Папа, ещё! Вот так вот мы от них и избавимся. Папа, ещё! Плюхой нету. Папа, ещё! Получается, Алис, видишь, вниз падает просто вода уже. Не шарик, а вода. Да. И вода плюхает об воду. Кстати, никогда такого не видела. Чтобы вода плюхала об воду. Такое ощущение, что ничего не падает. Папа, ты потом не купишь ещё такие шарики? Шарики? В Черкасах уже, хорошо? Хорошо. В Черкасах их можно во дворе взрывать. Наверное, да. Ох, чисто в Черкасах весело будет. Уже шарики. Уже вроде и все, да. Пока. Пока.